МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» программа о выборе спутника жизни. Сегодня у нас жених и три невесты. Частная учительница Валентина, многоликая медсестра Сагдиана и бывшая модель Александра. А жених у нас Влад. Давайте знакомиться. Здравствуйте! Я пришел на эту программу, чтобы найти свою музу. И со мной мои друзья Ляля и Сергей. Проходите, спасибо! Влад, 37 лет. Желтая пресса приписывала ему бурный роман с певицей Земфирой. Впервые он ответит на все вопросы об их отношениях. Влад – идейный вдохновитель питерского джаз-коллектива. Не ест жирного и часами гуляет по лесу. Считает себя идеальным человеком. Предупреждает, что никогда не уедет из северной столицы. Влад видит себя булгаковским мастером и мечтает однажды встретить свою Маргариту. Она должна писать о да его творчеству, заботиться о нем и верить в его гений. Сразу вопрос к профессиональному астрологу Василисе Володиной. Ну что, найдет свою Маргариту, нет, Влад? Маргариту нет. Я думаю, что женщина заботливой типажа ему не грозит. Но та женщина, которая могла бы заботиться как мать и быть хорошей хозяйкой, да? Нужна такая Маргарита, которая бы везде на себя таскала и все проблемы решала. Что скажешь о женихе, Розе? Ой, прямо жених Ларис пугает меня. Прямо самомнением. И мастер он, и идеальный человек. Была у него одна Маргарита, прямо ведьма, по-моему, сущая. Но самое интересное, трудно будет найти невесту, которая ваше занудство терпеть будет. Вы не курите, не пьете, это, конечно, хорошо. Но любите одиночество, а где же ей место найтись? Ой, сложно, Лариса, не сложно. Это ты ведьмы Земфиру, что ли, назвала? Она же гений, чисто изумруд. Ну не знаю, не знаю, кому может и гений. Ой, я не знаю, обожаю ее просто, мой респект. Правда были отношения, да, Земфиры? Это происки желтой прессы. Она нас женила. Желтая пресса. Вот. И я могу рассказать все, что было. Расскажите. Мы в Земфире работали просто вместе, это было давно. Четыре года. Мы дружили. Мы проводили очень много времени вместе. Ну потому что мы и учились вместе, и работали, и нас везде видели вместе, ну как друзей. Я не вижу этого человека рядом с Земфирой. Они совсем разные люди в жизни. А вам не Земфира была увлечена? Вот вы же мужчина, вы же чувствуете дружба, дружба, муж давно выяснил, что ее нет. Дружба между мужчиной и женщиной. А была она вами увлечена или нет? Об этом нужно спрашивать в первую очередь, конечно же, у Земфиры. Нет, а вы что-нибудь чувствовали, не чувствовали? У меня всегда к ней были хорошие дружеские отношения. Какое, собственно, и сейчас я испытываю. А вот когда стал звездой, вы встречались? Ну дружеский там может быть, чай, кофе. Ну да, встречались, но не так часто, я думаю, ну может раз в пару лет. Как-то вот так. Когда мы с ней последний раз виделись, полтора года назад приблизительно, посидели в ресторане, хорошо, поговорили, нам есть о чем, слава богу, разговаривать. Я тоже обожаю Земфиру. Если он такой же талантливый, как Земфира, то только ради этого. Вот вы считаете модель взаимоотношений Мастер и Маргарита идеальной, да? Ну, в своем случае. Понимаете, это художественный образ. Я понимаю. Да, и я понимаю прекрасно, что такого быть не может. Ну, хотелось бы. Но хотелось бы. Женщина, которая бросила благополучного мужа суперсытую жизнь для того, чтобы сидеть у камина и перечитывать его гениальное произведение, нужно быть мастером, нужно быть гением для этого, чтобы она вам служила верой и правдой. Вы себя ощущаете человеком, ради которого женщина должна вообще забыть, что такое быт, дети. Чтобы вы для нее были и мужем, и ребенком, и братом, и мастером. Почему забыть быт и детей? Я не понимаю. Потому что мастер, он, в принципе, очень талантливый, но такой очень слабый мужчина. Без Маргариты-то все. Лежал бы в дурдоме. Вот она и параллель. Маргарита и здоровая. Вот ваша женщина, на которой вы женились, она была такой похожей? Она была отчасти похожей. Отчасти. У вас дети родились в браке? Нет, не родились. Мы все были в творчестве, оба. Я не могу жаловаться на то время, которое мы провели вместе. И то, что мне нужно было, она мне давала. Я надеюсь, что я ей тоже. Ну, там была еще история, помимо этого, что я заболел в какой-то момент. И я был вычеркнут из здоровой, нормальной, благополучной жизни на протяжении нескольких лет. И она была рядом с вами? Она была со мной, да. Она была со мной. Потом мы расстались. А сейчас-то хорошо? Сейчас все в порядке. Да. Я верю в генетику, поэтому мне это как-то не импонирует, что он больной. А в чем ваша идеальность? Идеальный человек, это, по-моему, человек, который уже никуда не стремится, потому что все уже как бы достигнуто. Секундочку. Я не говорил, что я идеальный. А. Конечно. Идеальных людей не бывает. Ну, так в чем ваш... Ну, хорошо, вы не идеальный. Тогда какой? Мои друзья... Да, давайте послушаем. Сергей и Ляли. Влад, прежде всего, это огромная, очень внутренне красивая, творческая личность. Ему, несомненно, необходима такая девушка, как Маргарита, которая будет его поддерживать, о нем заботиться. Я искренне ему желаю найти такую половинку, потому что, естественно, понятно, что... Ну, с творческой личностью всегда непросто. А человек он какой? Человек он очень хороший и замечательный. Он настоящий друг. Он всегда придет на помощь, он всегда выручит. Ну, понятно, девочка подруга. Она же не скажет, что он самовлюбленный. А что она взамен получит? Кто? Женщина, Влад. Она получит полное внимание, я считаю, что она получит счастье. Счастье в чем? Счастье в чем? Действие. Счастье быть любимой. Счастье иметь то, что она хочет. Вы хотите детей, Влад? Конечно. То есть вы хотите какую семью? Расскажите. Я хочу большую семью. Ну, ребят, тогда вы как-то определитесь. Если вы хотите женщину, которая абсолютная жертвенница, которая забудет о себе и будет служить только ради вас, чтобы вы сотворили нечто такое, что войдет в историю, войдет в вечность. Тогда понятно. А если вы хотите большую семью, детей, тогда я не понимаю. Давайте определимся. Значит, вы хотите большую семью, деток. Жена должна работать, нет? Как хочет. Как хочет. Ну, предпочтительно. Желательно, предпочтительно, чтобы она была амбициозной личностью. Чтобы она что-то делала. Как вы к быту относитесь? Вам достаточно сухой корочкой питаться? Или все-таки вы предпочитаете хорошую кухню, качественный отдых? Деньги вообще любите? Я не прихорлив. Судя по нему, он корочкой питается. Я вообще люблю очень хорошо питаться. Очень люблю кушать хорошо и вкусно. Конечно, вам нужна девушка яркая, необычная, молодая, которой не нужно будет ничего объяснять, которую должна считывать. Женщина, с которой вы должны будете на одной волне. И чтобы ваши внутренние сложности ее приводили в восторг, а не раздражали. Вам нужна единомышница, чтобы ничего ей не расшифровывать. Должна быть творческая, понятное дело. Вот такое будем сегодня искать. Идите, знакомьтесь с первой невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Я приятно удивлена нашему знакомству. Я думаю, что оно продлится не один раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, такая, она, мне кажется, очень скромная, застенчивая. Ему нужна более сильная женщина. Здравствуйте, Валентина. С кем вы? Я со своей тетей Жанной. АПЛОДИСМЕНТЫ И с моей бабулей Валентиной. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень приятно. Молоды выглядите. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Валентина. 26 лет. Дает частные уроки фортепиано итальянским детям. Пересматривает Андрея Рублева, поет цыганские романсы и скачет галопом без рук. Мечтает получить в подарок арабского скакуна. Кавалер Валентины несколько лет одаривал ее краденными у супруги драгоценностями. Узнав об этом, бросила его и вышла замуж за щедрого ревнивца. Надеется, что Влад чист на руку и в помыслах. Как обмануть меня нетрудно. Я сама обманываться рад. Соединение Венеры с Марсом в рыбах. Если мужчина кажется эмоциональным, если он кажется достаточно чувствительным, вы уже готовы пригреть эту змею на своей груди. А как тебе невеста, Роза? Ой, ну невеста вообще из другого пастбища. Во-первых, живет страстями. Скачет из одной кранности в другую. Поесть любит, сразу, собственно говоря, видно. Дитя малолетние у вас, правильно? Да. Ну, единственное, что красавица и живет в Италии. Хотя, в принципе, вам Италия, оно-то надо. Скажите, Валентина, как так получилось, что вы влюбились в какого-то афериста? Ну, можно сказать, не аферист, а... Была очень молодая, мне было 18 лет. Встретились буквально случайно. Я ловила такси. Он соизволил меня подвезти. И так познакомился. Он никогда не скрывал, что он женат. Единственное, что он говорил, что этот, естественно, брак скоро закончится. Что он ее не любит. Но это типичная история, как сейчас я понимаю. То, что мужчины это говорят все. Ну, да, да, да. Они все родились. Они все. А дарил подарки вообще без упаковок? Да. С упаковками, с упаковками. Говорил, что чеки отрезал из вежливости. Нет. Ну, я так как люблю очень украшения. То есть вы ни сном, ни духом? Нет, я сразу узнала, что это за подарки. Потому что я люблю украшения. Покупала сама себе золото, сама себе подарки. Любила сама себя повеселить. И он как-то мне говорит то, что... Ну, иди посмотри в магазине. Я выставила золото. Если хочешь, купи его. Я выставила золото? Что это значит? Ну, на продажу. У меня что-то в магазин? Нет, к знакомому на продажу выставила золото. Типа комиссионки, наверное. Ну, я, естественно, пошла посмотрела. Ну, естественно, мне не захотелось, потому что это его жены. А здесь моё день рождения наступает. И он открывает коробочку, а там браслет. Естественно, я его узнаю. Я его принимаю. Но вскоре я ему так удочку закидываю и говорю, что браслет мне что-то напоминает. Ну, он замял эту тему. Ну, а когда была встреча уже с женой, мы поняли. А ваше украшение он подтыривал и дарил своей жене? Нет, нет, нет. Была такая ситуация, что я потеряла. Она складывала, убирала. Нет, я потеряла серёжку, а у него был знакомый хороший ювелир. Её сделала колечко для своей жены и серёжки. Нет, жена нашла. Жена нашла серёжку. Какая хитрюга. Я, наверное, сама её-то положила. Жена, конечно же, оставила серёжку. Жена нашла серёжку. Чтобы быстрее развелись. А кем вы так работали, что вы себе могли позволить такие драгоценцы? Говорит, ещё так, знаешь, я могу себя побаловать. Я до сих пор себя побаловать не могу. Очень плохо. Ой, бедно. Очень плохо. Я преподавала. Я преподавала так. Ой, ладно, скажите за преподавание. Нам золотые, прямо на золотые кольца. Вы знаете, блин, Зарин. Хорошо. Я вот больше поверила бы, если бабушка там свои. Валюш, ну и чего там, с женой-то как встретились? Она позвонила мне. Она позвонила, говорит, нам нужно встретиться. Мы встретились. Мы сели. Мне так понравилась его реплика, которую мы бросили, когда он нас увидел. Привет, девчонки. Так всё это было. Ну, а что он должен был? Вот. Ну, мы сели, пообщались. Сначала это всё было мирно. Вот, как бы. Потом он перешёл ту грань, которую я никогда ему не позволяла. Типа, он будет выбирать. Говорю то, что, ну всё, девчонки, я типа сам выберу, с кем мне жить и когда. Ну, на что я ему сказала. Знаешь, ты будешь на ипподроме выбирать вошадь себе, на который ты скачки будешь ставить. Сырка, молодая, прыткая. И мы пошли с его женой в ресторан. Напились? Не, мы выпили по две кружечки пива. С любовницей идти. Чудеса. Вместе посидеть, погулять. Я себе этого не позволила. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, это ж, насколько вообще возможно вот такие неконфликтные отношения любовницы с женой и при каких обстоятельствах это может произойти? Тогда вы поняли, что обе дуры. И всё, и больше с ним никогда не встречались. Нет, виделись. А ребёнок от кого, Валь? От мужа. Вы же замуж скоренькая или... Нет, не скоренько. Ещё, наверное, погуляла, занималась своей жизнью. И... А познакомила нас его мама, Царствие Небесное. Вскоре потом я забеременела. Очень ревнивый. Очень ревнивый. Ну и тяжело жить с ревнивым очень. Без повода, по поводу и без повода ревновал, да? Ну вот, посмотришь, не так просто. Ну вот, он несколько секунд задержал на мужчине взгляд. Когда ревнивый муж, всё хорошо. Ещё больше любит. Как вы считаете, смогли бы вы с Владом, нет, личную жизнь каким-то образом замутить? Почему бы нет? Я тоже музыкант. И все ваши пристрастия также пойму, наверное, и приму. Потому что я понимаю, что уединение музыканту нужно. К ней будут приходить ученики, играть на фортепиано. Вы способны, например, есть ли потенциал такой мужской, отцовский, воспитывать не своего ребёнка? А почему нет? А родители живы, здоровы? Слава Богу. Как бы мама, допустим, отреагировала, если бы сказали, я женюсь у женщины-ребёнка? У меня родители такие, которые посвятили жизнь своим детям, таких родителей, ну, на мой взгляд, да, таких не так много. И они примут любой выбор мой. И мало того, ещё и будут любить. Вы категорически не хотите переезжать, я так поняла? Жить только в Питере? Нет, не категорически. Мне просто нравится Питер. Ну да. Если будет прецедент переехать, у меня очень... А что предлагаете переехать? Куда? В Италию. У меня друзья теперь там хорошие, настоящие, очень близкие. Вот только что недавно уехали. О, ну поедем в Италию. Вы что-то приготовили, да, Влада? Покажете? Спасибо вам. Это иконка ангела-хранителя. Я бы хотела, чтобы она вас оберегала. А, да, видите, первый раз и дарит икону. Ну, это нормально вообще? Ещё, знаешь, неизвестно, как он относится. Да. И вы говорили, что Маргарита, ваш образ, который вы хотели бы видеть вашей женщине... Абсолютно бесовской роман в этом смысле, и там... Да, и вот именно, чтобы это ангел-хранитель от всех бесов охранял. И от ведьмы Маргариты в первую очередь. Спасибо. Спасибо. Замечательный подарок. Вы берите свою бабушку и тёте, отправляйте в свою комнату. Спасибо. Ну что, хорошая девушка из хорошей семьи. Любят, обожают. В миру и в ладах с собой воспитывает ребёнка. А вы что скажете? Я считаю, что она очень милая и очень хорошо, что она тоже как-то связана с музыкой. И видно, что она сильная, и через многое прошла, и через многое может ещё пройти. Что вы скажете? Ну, я так понаблюдал, конечно, за девушкой. И мне кажется, девочка прогнуться-то не сможет. Больно такой у неё хороший, сильный характер. Сильный. Прогнуться, смотря в какой ситуации прогнуться. Она уже знает себе цену, она знает своё мнение, считает его, в принципе, главным. И ей, мне кажется, не захочется возвращаться обратно на прежние круги и что-то строить заново. Она хочет взять уже всё готовое. И уже вот с этим готовым идти дальше по жизни. То, что для неё муж никогда не будет первым и главным в жизни, будет ребёнок, будет мама, родня и так далее. А вы всё время будете ей доказывать, а она дано вам. Тем более, это совершенно вам непонятное существо. Ну, вот как бы женщина. Не вашего даже пастбища, круга и так далее. Это та девушка, которую легко купить на псевдочувствительность мужчины, на псевдочувствительность. Если на пару концертов ваших сходит, поплывёт и отдастся просто вот вся как есть, потому что ценит мужские эмоции. Но эмоций в вас нет. Вы человек, который мир чувствует, меняется вместе с этим миром, и вы с ним в такой тонкой связи. Но к женщинам эмоции вы не способны испытывать. Или вам кажется, что это эмоции? Да, вот он человек безнациональный. Угу. Абсолютно. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днём и ночью. Новые встречи через несколько минут. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся». У нас Владимир Влад. Идите знакомиться со второй невестой. Удачи. Привет, Влад. Я Сагдиана. Если ты мастер, я твоя Маргарита. Спасибо. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы пришли? Я с подругой пришла, с нашей сестры. Давай, пожалуйста, посмотрим. Сагдиана. 25 лет. Медсестра в наркологическом отделении. Готовит зирвак, читает кулинарные еженедельники, ухаживает за домашним кроликом и бесплатно стрижёт знакомым чёлки. Мечтает освоить корейскую кухню. Признаётся, что у неё есть тайна. Сагдиана влюбилась в алкоголика и взялась за воспитание его малолетней дочери. Узнав, что он ей изменил, подралась с соперницей и вычеркнула изменника из своей жизни. Надеется, что Влад увидит в ней свою Маргариту. Василиса. Венера Виктороградная в Скорпионе в соединении с Плутоном. Такие люди простых путей в личной жизни не ищут. Готовы на препятствия, иногда даже на страдания. Потому что им кажется, что они должны что-то страшное преодолеть, чтобы стать счастливыми. Но на самом деле это не всегда так. Иногда эти препятствия создаются искусственно. Роза. Ну а что, молодая, красивая, высокая какая, стройная. Правда, тайна есть какая-то, но думаю, что выясню. Вы откуда приехали? Я с Казахстана. Она, это, трансвистит, а что тут грехотает. С маленькой тайной. Ну и как угораздило-то в алкоголика влюбиться? Ну я работала медсестрой в то время, но я не знала от чего лечиться. А вы как это не знали, если вы в наркологическом центре работали? Здрасте. Ну. Есть наркоманы, есть алкоголики, есть разные. Психические болезвания тоже были. Но в то время он приходил на консультацию к врачу. А я каждый день, когда он приходил, я уколы там делала и капельки ставила. Ну так-то... Ну в общем закрутился роман. А он ребенка воспитывал без жены? Во время родов у нее жена умерла. А сколько ребенку было? То, когда мы познакомились, было уже три годика. И вот вы стали вместе жить? Да, после этого буквально шесть месяцев встречались, после этого мы стали... Ребенок к вам привязался? Ну, конечно, да. Сама смотрела. И потом что узнали, что он запойный что ли, или что ли измечал? Нет, год нормально был. Когда работа уже у него, как сказать, кризис был в то время в бизнесе. Он начал снова пить. Сагдяна, знаете, я чувствую себя абсолютно идиоткой. Мне не хочется выглядеть в глазах зрителей полным полудурком. Вы там свистит? Нет. Нет. А с чего я взяла? Нет, просто тогда... А у нее грудь настоящая. Потому что грудь есть, ногти есть, волосы есть. Грудь настоящая. Нет, тогда я, извините, пожалуйста... Из-за этого глаза стали еще больше четыре раза. Он такой лемурный. Я, может быть, бестактна. Вы девушка? Конечно, девушка. Хорошо. Я девушка, я девушка. Так бы искала бывшая девушка. Скажите, у вас родня большая? Да. Родня большая. А у нас вот Влад одиночество любит. Не любит ли ваша родня приезжать наездами так? Человек по 30. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а что там с соперницей? У вас косаясь, аж не в плечах. Когда узнали, наверное, что там... Ну, конечно. Он вам изменил. Вы как кузнец в акулу. Как дали по башке. Она уехала там на горшке куда-то. Небось. Я сказала, если у тебя алкоголик нужен, пожалуйста, забирай. Забирай. Скажите, а что там за история с Альфонсом, который вас обокрал? Ну, мы познакомились на улице с этим парнем. Долго так встречались, общались. Он в любви признялся. Ну, буквально через полгода мы вместе начали жить. Ну, там, начал там, давай, для работы мне это нужен, это нужен начал там. Ну, ладно, ладно, хорошо. Потом, давай мне купи машину, я буду зарабатывать, работать. Потом, когда начали всякие разговоры про семью, там, начали там, ну, начал недовольность, поздно начал проходить домой. Тоже, может быть, кто-то появился. Название мне отвечает. Ну, конечно, сразу видно человека, когда кто-то появляется, видно. Ну, хорошо. У вас есть какие-то вопросы, ребята? Ну, на самом деле, я очень бы хотела вот вас поддержать в плане вашего вопроса, да, относительно вот... все-таки половой принадлежности вот с Агдианой, потому что, ну, меня лично в этот момент немножечко смущает. А у вас какая-то тайна не связана, нет? Вот какая-то... Да-да-да, хочется все-таки тайна, да, мы же за тайну так и не докопались. Хочется все-таки, да, уточнить вот, что за тайна. Ну, хочу сказать, претендентки-то, Машка, одна другой краша. Ну, давайте уже из нас, идиотов-то, не делать. С Агдианой, я думаю, тайна все-таки связана с тем, нет? Извините за мою бесстахность такую, рошенковую. Вопрос жених, нет? Покажите то, что вы приготовили. Мне надо приготовить, что-то не одессе. А мы пока с Анастасией поболтаем. Ну, главное, если она покажет тот самый маленький сюрприз. Ну, вы видите, с Владом, с Агдианой? Честно, нет. Я вижу с ней более сильного мужчину, потому что С Агдиану сама... А он слабый у нас, да? В плане... Ну, это не Влад. Ему нужна девушка другая. Либо она должна быть терпеть все, ждать его, если он куда-то... Но она должна быть как минимум хрупкой, правда же? Чтобы это не было такой комической парой. Ему подружка понравилась, сто процентов. Ставлю на подружку. Влад, для вас приготовили сюрприз, пройдите. Вам его покажут. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, она не умеет вообще... Саш, бедный парень, всю жизнь мечтал быть восточной красавице. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое! Спасибо! Девочки, проходите в свою комнату. А вы, Влад, к нам. Мы вас ждем. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что вы скажете о девушке? Как она вам? Я скажу, что... Ну, я немножко в шоке. Мне так кажется, что все-таки ее тайна бросается в глаза. И мне, честно говоря, понравилась больше ее подруга. А вы что скажете? Ну, как бы я так уже наблюдал за пристрастиями Влада. Все-таки Влад... То есть мы гомофобы. Влад любит маленьких, хрупких девочек. Влад не любит больших. И никогда не видел, чтобы он как-то так уделял больше внимания крупным девушкам, чем маленьким. Влад, ну вы, по-моему, тоже восхитились фигурой, да, Сагдианы? Да. Но вы видите себя рядом с ней? Ага. Какой роли, простите, Слава Мойска? В роли мужа? Не, ну... Слушайте, 2011 год, мы должны быть все политкорректны. Почему? Кто сказал, что мы должны быть политкорректны? Лариса? Лариса, девчонки, у нас осталась всего одна операция. Удалить не нужно уже... Рудимент. Аксессуар. Ой, ну, девчонки, ну, как-то очень цинично об этом говорить. Нет, а что, почему цинично? Пусть Влад придет и проверит. И убедится. Сам. А почему бы нет, если жених готов, то можно... Давайте быть толерантными. Я считаю, что мы должны проявить толерантность и жалость и к Владу тоже. Как к мужчине, который хотел бы рядом видеть женщину, которая произведет какое-то продолжение себя, у которого свое представление. Вот мне хватает смелости сказать, что со стороны Сагдианы нечестно сидеть и говорить в лицо, да, я девушка и врать. Если таковы твои представления о себе, и ты это говоришь, это одно. Да что ей делать? Ей пойти на кладбище завтра, застрелиться? Ну, что делать таким людям? Скажи мне, пожалуйста. Я согласна, что это трагедия, но я не понимаю, почему мы должны эту трагедию в качестве варианта жены предлагать Владу. Нет, не свое это. А я волнуюсь. Я даже сидя в студии, видя его реакцию. Впереди у нас третья невеста и судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженись!» Я предлагаю Владу встретиться с третьей невестой. Проходите, знакомьтесь. Здравствуйте, Влад. Я Александра. Очень приятно познакомиться. Очень. Все хотят быть вашими Маргаритами. Я надеюсь, вы сможете стать моим мастером. Спасибо. Проходите. Нет, она красивая, я могу сказать. Здравствуйте, Александра. С кем вы? Я с подружкой Марией. Давайте на нас посмотрим. Александра, 28 лет. Бывшая модель, сейчас владелица магазина одежды. Привыкла к длительным ухаживаниям, дорогим подаркам и роскошным поездкам к морю. Мечтает, чтобы ей подарили породистую кошку стоимостью 30 тысяч евро. В Милане Александра влюбилась в богатого итальянца. Бежала с ним от закона в Таиланд, но в Азии ей не понравилось. Надеется, что Влад в состоянии дать ей все, чего она хочет. Василиса. Викантинно, но одновременно чувствительно. Вообще, когда два этих начала в женщине соединяются, смесь взрывоопасная происходит. Потому что как только появляется на горизонте мужчина обольстительной своей состоятельностью, девушка влипает в него немедленно. Влипает сильно и искренне причем. Но потом, когда начинаются проблемы, как-то хочется быстренько от них уйти. Если ты показываешь, что же тебе нужны только подарки, какой нормальный мужик женится на такой девушке? Роза, что скажешь о невесте? Ой, не знаю. Мне кажется, что фантазерка больше. У нас тут столько невест переходило со своими фантазиями, с версиями и так далее. Но для нашего героя эта версия не есть хороша, в общем-то. Ну и меркантильность, конечно, не красит девушку. Да, ну не так уж и меркантильность. Ну вот такая непростая. Вы сами заработали на магазин, наверное, одежды. И вам не подарили ничего. Нет, ну я же моделью проработала 10 лет в Милане. Что она себе в Милане не могла найти нормального, богатого мужчину, как она хочет, и остаться жить там? А вы были замужем официально? Нет. Ну почему, как думаете? Не хотели? Ну вот с моим итальянцем очень долго. С которым вы сбежали в Таиланд. Да. А почему? Он от закона? Да, да, да. Ой, какая прелесть. Он от закона, да, сбежал, все продал, убежал в Таиланд. Но вы знали? Ну, знала, как бы, но не сразу. Прям Буни и Клайд. У нас была любовь, любовь. То есть мы познакомились с ним, было 20 лет, ему 28, и он не был богатым. То есть потом у него была строительная компания, да, но не какая-то большая, то есть нормальная была. А что в Таиланде? А потом вот... А в Таиланде такая Азия. Жили-то мы на севере Таиланда. Мы, конечно, объездили все острова и все, но такая Азия прям Азия. Но не прижились. На самом деле к этому времени прошла любовь. Я бы уехала жить в Таиланд. Понятно, что вы никакая не Маргарита, не будете выслужить никакому мастеру, не поставите на себе крест жирный, потому что хотите проживать свою жизнь молодую и веселую. Правда? Да. Имеете право. А что это за животное такое за 30 тысяч евро? Кошка Ашера. За кто? Это кошка ростом полтора метра. А, слушайте, а как вам, вот представляете, дома будет ходить 30 тысяч евро в шерсти просто? Просто, а у него саксофон может столько же стоить. Ну, а нет, а я наоборот, а я эту кошку представляю саксофоном и зовут эту кошку Бегемот из Мастеры Маргариты. Да, наверное, только на нее и жила бы. А если сдохнет? Представляете? Я представляю себя замужем с двумя детьми, хочу жить вот на природе и... В Таиланде? Нет, вот в Таиланде нет. А ты в природе? В России, в Европе. Я как бы столько лет прожила, то есть мне все равно абсолютно. Но, конечно, дети, муж, все, что я хотела, все, что я хотела, как бы от своей работы, да, то есть я всегда делилась. Вы хотите вместе зарабатывать? Потому что Влада нет, как я предполагаю, хотя можно подпольный миллионер. Вместе зарабатывать для меня абсолютно не проблема. Если я буду человека любить, то... Вы можете полюбить вот Влада? Вот не знаю. Я не уверена в этом совсем. Я просто человек нетворческий. Я вот думаю, что творческим людям им лучше вместе как-то соединяться. Со своим. Я вот больше, да, я могу жирного поесть, пиво попить, там, на дачу съездить. Я как-то вот... Слава? Мирские, да, у меня мирские вот... Нет, я люблю, конечно, читать, я люблю творчество, но я не мне живу, я получаю удовольствие. Как вы мне нравитесь. Потому что любая барышня, которая приходит к нам на программу и изредка вышивающая болгарским крестиком, говорит, что она творческая единица, творческая личность. Мне очень приятно, что вы говорите о себе, как о земной девушке. Вы что-то приготовили? Да, я приготовила небольшой сюрприз. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, давай, посмотри. Я хотела бы подарить тебе небольшой сюрприз, как Маргарита подарила мастеру, да? Такую чубительничку. И давай тогда, ну, ты будешь мастером, я буду Маргаритой, я прочитаю небольшой диалог. Ты сейчас невольно сказал правду. Черт знает, что такое. И черт, поверь мне, все устроит. О, дьявол, дьявол, как же я счастлива, что вступила с ним в сделку. Теперь вам, милый, придется жить с ведьмой. А ты действительно стала похожей на ведьму? А я этого и не скрываю. Я ведьма и очень этим довольна. Читать не умеет? Смущает. Милый мой, единственный мой, не думай больше ни о чем. Тебе и так слишком много пришлось думать. И теперь за тебя думать буду я. И я ручаюсь тебе, ручаюсь, что все у нас будет ослепительно, хорошо. Какая умница! Молодец, Александра! Молодец, подготовилась, девчонки! Просто вам браво! Проходите в свою комнату и скоро узнаете, кого Влад выбрал. Ой, я прям так волнуюсь, слушай, 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 интересно, что сейчас скажут про нас. Ляля, что вы скажете об Александре? Я скажу, что очень красивая, земная девушка. При каких-то условиях, возможно, они могли бы быть вместе, но, мне кажется, не в ближайшее время. Хотя Владу, мне кажется, она чем-то понравилась. Мне очень понравился ее подарок, ее сюрприз. Я очень рада, что мой подарок понравился, потому что я так его репетировала, что хамачик в дух не угодила. Спасибо, Сергей. Очень женственная, конечно, особа. От нее женственностью просто вот аж зацепила меня, мужчину. Но она киноэстетик, и совершенно правильно она сказала, не соврала ни разу, что она не творческий человек абсолютно. И, мне кажется, будет совершенно недопонимание Влада Творческого. Не изображала из себя то, кем она не является. Да, она не фигня. Подготовилась, выучила диалог. Умница большая, Роза. Мне, Александра, понравилась, конечно, не ваша женщина. Вы ее никогда не потянете. У вас даже стремлений нет, чтобы такие женщины рядом с вами были. И даже вот если говорить творческое-нетворческое, уж извините. Александра четко сказала, что я нетворческая натура. А смотрите, как диалоги прочитала. Ну, я старалась от души, от души. Вопрос в том, хотите ли вы тянуть. Я думала, что как раз тянуть женщину в ваш план никогда не входило. Вы из того разряда мужчин, когда первым делом самолеты, ну а девушки потом. Ой, как бы я хотела прийти в качестве невестки. А сейчас ты была не в качестве невестки? В качестве я буду выбирать. А, точно. Кого вы посоветуете своему другу? Я советую ему первую девушку, потому что она все-таки творческий человек. И мне кажется, они смогли бы составить какой-то союз. И вообще она интересная. Спасибо. А что вы скажете? Мне тоже кажется, Валентина более подходит, поскольку она действительно творческая. Валя, тебе понравился Жених? Нет. Это герои не моего романа, то есть я рядом нас совершенно не вижу. И семейственность может быть это и к лучшему, но Влад на полном серьезе ищет уже давно себе невесту. Это проблема у него есть. Конечно, было бы круто, если бы сегодня пришли за вас бороться, допустим, Бьорк, та же Земфира, ну и Рената Литвинова, пусть уже будет. Или Леди Гага. Было бы круто, было бы круто. Тогда бы у вас глаз горел. Сегодня пришли совершенно обычные разные люди со своими какими-то болями, со своими проблемами. И ни одна из них, вы же понимаете, не сможет осчастливить вас, и ни одну из них не сможете осчастливить вы. Вот, поэтому я никого вам не советую. Роза. Мне показалось, что у Влада вообще закрыто сердце для любви. Я думаю, что Александра способна была открыть ваше сердце для любви. Она такая чувственная женщина, и даже, может быть, и стимул не от вас своей меркантильностью даст хороший стимул. Но вот выйдет ли она? А так Александра. Ну что, Саша, понравился тебе наш женишок? Ой, Маша, нет, могу сказать, что парень, он может и хороший, творческий, но не мой, не мой. И звезды советуют. Ну нет, здесь никого, конечно, кто сочетал бы в себе сразу и воздушную стихию, и земную, которые вам нужны для того, чтобы найти образ идеальной женщины. Поэтому я не могу никого советовать. Слушайте свое сердце, оно вас не обманет точно. Идите туда, куда вас позовет это самое ваше сердце. Мы вас поддержим в любом случае. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4-4. Ирина, 23 года, номер 1531. Борт-проводница на международных рейсах. Ищет брутального романтика, который станет ее личным суперменом. Иван, 30 лет, номер 1532. Художник-мультипликатор, специалист по 3D-графике. Мечтает посетить родину Уолта Диснея. Ищет тургеневскую девушку. Мы не знаем, вы здесь в Латаде, или здесь в Браннице. Я приглашаю всех. Выходите, давайте его поддержим. Что такое, почему вы один? Очень приятно. Влад? Вы должны быть? Нет. Нет? Мне очень жаль, но вы героиня моего романа. Но я надеюсь, вы не расстроились. Мне нужно пережить это еще. Сегодня у нас нет пары. Если вы тоже одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала. И становитесь участником программы. Я Ларисе Гузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, попринемся. Удачи, спасибо. Тут мы имеем квадрат Солнца с Марсом из огненного знака в Землю в восьмой дом. Образование у меня очень даже среднее, скажем. Но вы, конечно, об него вытрите ноги, и вы его доломаете. Ну, может быть, на тот момент я еще был немножко молод. Субтитры подогнал «Симон»